В математике люди безумные. Они любят безумные задачи. Вот я сейчас одну безумную задачу вам расскажу. В чем безумие? Безумие в постановке. Ой, ой, нет. А вот постановка. У вас есть дифференциальное уравнение, точнее дифференциальное включение, у которого, почему это посинело, у которого есть управляющий элемент. Управляющий элемент это вот функция, она вот у от т, которую мы вставляем в правые части дифференциального уравнения и получаем нечто диффур, он может быть многомерный, пяти, десяти, тысячемерный. У нас есть задача каши, то есть есть начало, я не знаю, читаю там дифференциальное уравнение или нет, но это вот все пока стандартно. Есть интервал времени. Безумие заключается в том, что нам надо найти функцию, вот которая вот лежит в каких-то интервалах, чтобы некий функционал, который описан уже в терминах траектории, то есть х от т, был наименьший. Безумие заключается в том, что число переменных в этой задаче бесконечно. То есть если мы, функция это же бесконечно мерный объект, мы можем ее, конечно, порезать на какой-то сетке, тогда их станет конечно. Но вообще исходная задача бесконечно мерной оптимизации достаточно типичная. Это первая часть безумия. Этим безумием страдают многие. Мы же решили пострадать еще одним безумием. Давайте поставим эту задачу на глобальный экстремум. Вот это уже безумие пореже. Давайте о нем сегодня и поговорим. Что такое глобальный экстремум? Ну, перебрать все функции, которые лежат в каком-то диапазоне так, чтобы при нелинейных же уравнениях было найдено наименьшее из возможных решений в смысле вот этого функционала. Ну, здесь есть много разного рода рассуждений, как это можно делать. На самом деле не так страшен черт, но надо быть безумным человеком, чтобы браться за такие задачи. А мы два раза безумные, потому что глобальный экстремум – это то, чего в математическом программировании до сих пор делать, к сожалению, не умеют. Собираются, все собираются начать этим заниматься. Многие группы занимаются, но только в хороших очень условиях, когда известно, там много константы липшится, разложение функций. А, в общем, если речь пошла бы только всего-навсего φ от х, вот без всяких t, на минимум, это все равно безумная задача. А тут это одна безумная задача помножена на другую безумную задачу. Ну, давайте я кратко скажу, что, ну вот мы много этим занимались. Вообще, в те времена, когда мне было положено учить английский язык, за ношение джинсов можно было вылететь из вуза, например. Вот, вот таких, например, вот. Вот так вот был устроен этот мир. Тем не менее, я его как-то учил, но никому не доставит мой английский хорошего удовольствия. Значит, первое пакетом издавали в 80-х. Потом это все программные продукты, в которых разные алгоритмы складывались. Ну, если есть вопросы, тут есть список людей, которые вложились. Я далеко не один этим, конечно, занимался. Часть из этих людей уже в ином мире. Значит, ну, в общем, вот вернемся. Можно как рассуждать? Вот есть такой способ. Давайте уберем все эти дифуры и будем рассуждать, как умеют наши коллеги. У нас же есть множество достижимостей. Не знаете, что такое? Ну, может быть, когда-нибудь вам расскажут. Вот это что? Это множество всех вариантов этой системы. Вот этой вот, где она, система? Нет, давайте лучше. Вот этой системы, вот какая-нибудь такая. Вот давайте подставим сюда все возможные управления и зафиксируем все возможные места, в которые попадут траектории. Ну, вот здесь это сделано с каким-то интервалом. То есть вот взяли от нуля до чего там? Ну, тут где-то было сказано. От нуля до двух, до двух с половиной. Есть другие методы для этой три раза безумной задачи, которую можно, тем не менее, решать. Вот это ричеблсет называется множество достижимостей. И вот у вас есть множество и функционал на нем. Ну, куда-нибудь там больше, меньше. Здесь-то уже легче разбираться. Правда, задача построения множеств достижимости, кто понимает, она три раза безумная. Ну, теперь вернемся к тому, что же тут все-таки можно делать. Ну, и разные, мы тут разные рисовали страшные примеры, как развивается жизнь в этой системе, если ее рассматривать в полном виде. Значит, давайте вот пойдем теперь к тому, что можно делать. Ну, вот, например, самый простой метод, он вот что говорит. Давайте введем сетку. Вот сетку введем. Вот у нас есть еще одна система. Давайте время у нас было написано тут от нуля до полутора. Введем сетку. Ноль. Вот так, вот так, вот так. И полтора. Раз, два, три, четыре, пять узлов. В каждом узле сетки у нас будет своя переменная, а управление мы соединим кусочно-линейно. Вот здесь вот кусочно-линейно. Линейно, да. Значит, вот один такой подход. Уже проще. Ну, признаться, не слишком много он дает, но, тем не менее, мы начинали с этого. То есть, брали просто сетки и получали задачу глобальной оптимизации. Здесь вот она, скажем, из пяти переменных. Проблема в чем? Проблема в том, чтобы хоть как-то функцию описать, надо сетку взять число узлов что-нибудь сто. А задача глобальной оптимизации в сто переменных, это уже, по мнению наших лидеров, академика, скажем, Евтушенко, это уже сверхсложная задача. То есть, в соответствии с этим подходом, самая простая задача, которую, техника, которую можем применить, сразу приводит к сверхсложным задачам глобальной оптимизации. В один ход. Ну, а дальше хуже. Ну, есть другие подходы. Вот на сегодня нам известно 10 методов, 70 методов, как это можно решать. Это некие математические идеи, которые можно чуть-чуть по-разному реализовать. Ну, я про какие-нибудь вам, наверное, расскажу. Ну, вот что, метод мультистарта. Вот он у нас до сих пор в ходу. Вот, мы говорим, на случайный мультистарт. Вы бросаете случайную, но уже не точку, а функцию, и, начиная с этой функции, применяете какой-то способ локального спуска. Ну, тоже простая и, в общем-то, работающая идея. Здесь она отделана более-менее с помощью каких-то алгоритмов и концепций простых. Ну, вот здесь вот это знаменитый пример. Это пример стабилизации нелинейного маятника. Вот у вас качается штука такая, и у вас есть веревочка, и запотянуть, остановить. Этот пример в России что-то много лет изучался. Сейчас до него добрались и наши иностранные коллеги. И со словами «пендулум» очень много публикаций. Ну, вот смотрите, что здесь получилось. Вот это множество достижимостей, это множество всех вариантов системы в момент времени в конце, вот при Т равном 5. А здесь у нас два функционала. Функционал суммы квадратов и две точки. Вот красный — это глобальный экстремум, а синий — это локальный. Это много раз изученная картина. Ну, что здесь интересно? Вот смотрите, здесь нет какого-то четкого, четкой линии разделения локального и глобального экстремума. Как можно было бы ожидать, скажем, глядя на задачи, ну, математического программирования. Вот смотрите, вот эти две точки, вот эти две точки, они очень близко лежат. То есть стартовая точка начиналась вот отсюда, синенькая, пришла сюда, а совсем рядом лежащая точка зелененькая пришла вот сюда. То есть вообще говоря, в этой простой системе заложена некоторая хаотическая конструкция, которую мы видим в каком-то срезе. И эту хаотическая конструкцию мы должны как-то преодолеть. Ну, вот здесь это все понятно, а иногда бывает очень даже непонятно. Что еще хорошего здесь интересного? Ну, вот мы из 10 вариантов метов, 11, по-моему, мы попробовали хорошо, наверное, 78, а некоторые еще ждут своего исследователя. Ну, вот это неплохо сделано. Это что такое? Это метод случайного покрытия, метод случайных покрытий. Он использует и оценку константы Липшица и прочее. Ну, это как выглядит? Тут у вас тоже самое множество достижимостей. Помните, такая штука была, да? Мы на нем бросаем просто точки. Что значит бросить точки? Это значит придумать управление, потом проинтегрировать систему и посмотреть, где она кончается. Вот здесь у нас х1, х2. В этой точечке мы вычислили функционал и что-то узнали про вокруг. Ну, то есть, зная какую-то оценку рекорда, мы можем сказать, что вот здесь вот в этом кружочке точно лучше, чем рекорд быть не может. Потому кружочек побольше. А вот здесь около, помните, тут крестик стоял, а здесь кружочки маленькие, потому что здесь может быть решение лучше. Ну, вот метод покрытия, он вот как работает. Вот сначала здесь вот сколько, 10, да? Потом вот столько, а потом он вот так довольно неплохо вот все это дело так заретушировал. Есть такой подход. Давайте еще что-нибудь, про что-нибудь еще поговорим. Криволинейный поиск. Вот метод мы изобрели для оптимального управления. Я вижу сейчас тоже некий вал публикаций. Криволинейную технику покрытия изобрели наши коллеги-друзья. Вспоминаю сразу, Александр Владимирович, скажите, чья это ваша фраза или вы ее где-то услышали? Когда что-то изобретают на Западе, более мудрые товарищи говорят, не спеши об этом всем рассказывать. Наверняка найдется русский, который сделал это лет на 50 раньше. Вот это срабатывает. Вот мы скромно изобрели, так сказать, вот с Татьяной с моей коллегой, вот этот криволинейный поиск. И теперь для задачи проще нашей матпрограммирования, вал публикаций с какими-то теоремами, почти без всяких разумных расчетов, как это работает в оптимальном управлении. Саша, значит, как это работает в оптимальном управлении? Смотрите, как это работает. Так, может быть, интереснее. Вот смотрите, мы берем точку, да, случайную, кидаем точку. И кидаем еще две случайных точки. Итого у нас три случайных точки. Через них мы можем провести, это три управления, вообще говоря, через них мы можем провести кривую линию. Она в пространстве управления может быть относительно прямой, а в пространстве фазовом, терминальном фазовом, кривой. Почему? Потому что дифференциальное уравнение, оно же скривляет пространство. И схема метода такая. Стоишь в точке, берешь кривую, по кривой одномерным поискам, ну, не локальным, конечно, ищешь, да хоть методом перебора. И если нашел лучше, перемещаешься в другую точку. Вот такая простая техника работает неплохо, поверьте. Так, вот специальный метод, которого нет и пока, видимо, никто не может сделать в математическом программировании. Это называется метод авыпукления. Как это устроено? Вот у нас есть система, я ее не буду снова выписывать. Это называется в книжках, раньше называлось авыпукление по гамкрелидзе или расширение по гамкрелидзе. Значит, вы выписываете вот такую систему, которая состоит из многократно, из N раз повторенной исходной системы с разными управлениями. Потом делаете выпуклую комбинацию из этих точек. То есть вы вместо одной системы сразу N, N, а потом делаете из них N плюс 1, и тем самым у вас появляется новый совершенно объект, ну, со солнцограничениями, что он, это описано в работах Мордуховича, Толстоногого, Кларка. Это можно почитать. Это что такое? Вот у вас было вот такое множество, да? А этот прием, он его авыпукляет. То есть он вместо вот такого множества, он вот такое рисует. Ну, беда в том, что для выпукления нужно два элемента, а здесь только один. Ну, опять-таки, если это один срабатывает, ну, линейный функционал или как, ну, в общем-то, многие функционалы на выпуклом множестве мы можем решать. Не вопрос. Ну, вот, собственно, и так далее бы. Здесь вы много чего считали. Значит, есть еще один красивый очень подход, который позволяет свести задачу оптимального управления в нелинейной системе к одномерному поиску. К задаче одномерного поиска. Я сейчас вам расскажу. У вас есть исходная система. Вы пишете сопряженную. Вы слышали что-нибудь такое? Ну, ладно, есть такие сопряженные системы. Для одной части, первой части этой уже двоймерной системы у вас есть начальная, а для второй его нет. Мы его доопределяем с помощью простого очень кружка, вот так, как рисуют. Синус в квадрате плюс косинус в квадрате равно единице. Мы позволяем себе считать разрешимой задачу аркмаксимума. Аж это вот как раз функция Гамильтона-Пантрягина. И получается следующая картина. У нас, когда принцип максимума у нас обычно рассматривают на одной стороне условия, а здесь в Т1, а у нас в Т0. Это приводит к тому, что мы получаем возможность от некого альфа строить решения, зависящие от альфа. И задача сводится к одномерному поиску. Ну, вот смотрите, как это работает. Нам надо доопределить вот это ψ в начале. Если система двухмерная, мы доопределяем синус и косинус. В сумме они дают, естественно, единицу. И вот задача приводится к тому, что надо управление, которое, пройдя через эти два черных ящика, надо просто по альфа перебрать. Но тут мы не мудрствуя лукам, а нет полного перебора с малым шагом. И получаете ответ. Решение задачи оптимального управления в двумерном случае. В трехмерном чуть сложнее. Вот если здесь надо просто шарик обойти, то здесь надо обойти сферу трехмерную. Ну, мы ее вот так обходим. Я лучше покажу вот так вот. Окручиваем. И прокрутивши все, это тоже задача, ну, в данном случае, одномерного или двумерного поиска сводим. Вот и так далее. Ну, и много мы всякого такого можем быть. Еще есть разные другие методы. Не буду больше останавливаться. Вот список приложений того, что мы, ну, тех областей, в которых нам это удалось как-то применить. Вы читать умеете по-английски. Динамика полета, космонавигация, механика, робототроника, электроэнергетика, химия, наука о материалах, ну, материаловидение, квантовая система считаем сейчас много, экономика, экология и так далее. Значит, был период, когда задач такого класса таскали очень много. Это с чем было связано? В вузах людей учили, в вузах биологических, физических, химических учили дифференциальным уравнениям. Это был такой слой, скажем так, специалистов, которые в своих областях их применяли. Ну, вот, чтобы не быть уж совсем голословным, я что-то расскажу. Сколько у меня времени еще? How much time? How much? Five? Five? Space navigation. Ну, давайте. Ладно, хорошо. Fly dynamics. Это были задачи обработки самолетов. То есть, каждый самолет, чтобы полететь, должен был, для него должны были почти на 60 задач оптимального управления. На максимальные маневры, на уход от осколков, на разного рода, скажем, хитрые горки и так далее. 60 задач должен был кто-то решить. После этого самолет получал проектную обработку. Ну, это все долго длилось, 20 лет. Значит, ну, вот, потом, правда, закончилось. Здесь есть задача, совершенно другая посадка тяжелого аппарата, но это буран. Задача состояла, наша в том, что если в самолете буран отказал двигатель, следовало посадить его на свою территорию, а не на вражескую, скажем так. Потом были довольно много задач другого плана. Да, работали мы с КБ Сухого, с вертолетным заводом Камовским и так далее. Были задачи, интересные очень, космические. Посадки на Луну, на Марс, на Венеру, куда мы только не сажали корабли. До сих пор ничего не полетело, но на самом деле самые интересные задачи были связаны с космической навигацией. Вот летает спутник, его вытащили на орбиту, и он выполняет какую-то функцию. Ну, нам говорили, что это орбитальный телескоп. Единственное, чего мы узнали позже, телескоп смотрел в другую сторону. Теперь это написано открыто на сайте того предприятия, с которым мы работали в Самаре. Это спутники-шпионы. Они были наши, они были импортные, конечно. Значит, смысл был такой. Вот сбился он немножко под давлением солнечного ветра, мусора, немножко сбился со своей траекторией и перестает хорошо выполнять свою функцию. В 80-х годах наши военные умели фотографировать звездочки на погонах с орбит. Наши военные. Насчет их них не знаю. То есть, он должен быть очень точно настроен, ну, орбита его была высокоточная. После того, как он с нее сбивался, он все хуже и хуже фотографировал эти звездочки, и в результате его надо было поправить. Наша задача заключалась в том, чтобы поправить его с минимумом энергии. То есть, умели его поправить, два разодернуть, сожгли всю горючку, и после этого он становился бесполезным объектом. Наша задача заключалась в том, чтобы минимизировать топливо, которое туда залито и так далее. Давайте посмотрим дальше, в эту сторону пойдем. Значит, электрические системы. Есть единая сеть СССР. Она до сих пор есть, вы будете смеяться. Она и в Монголию протянута, и в Прибалтику. И вот представьте себе, там некий сбалансирный процесс, что где-то ударила молния и порвался один из, одна из линий, которая соединяет. И происходит во всей огромной стране перетряска, срабатывает, конечно, всякие автоматы. Ну вот наша задача конкретно с соседним институтом мы работали, заключалась в том, они придумали устройство, но кто же им разрешит эти устройства поставить в реальную сеть? Ведь если что не так, они сожгут огромные ресурсы. Поэтому они виртуально придумали эти устройства на постоянном токе, вся сеть переменного тока. И мы рассчитывали, какую примерно аварию могут эти устройства погасить, если их поставить в каких-то местах. Давайте дальше. Роботы. Роботов носили очень много. Вот японцам считаем роботы, наши местные ребята таскают. Ну здесь, ну что, ну вот самая, может, такая любопытная задача в последнее время японцы прислали. Есть шаровой робот, это полностью закрытое устройство, где внутри сидят три или два двигателя. Два двигателя сложнее, три проще. Это может быть запущено в любую агрессивную среду, нефть, там и газ, ядовитые трубы. Этот робот запускается, управляется, конечно же, и удаленно. Надо им каким-то образом управлять. Оказалось, не такая простая, но не такая сложная задача. Значит, ну тут что, ладно, давайте дальше это пропустим. Сейчас носят задачи химия, да, вот химия. Когда-то я поставил эксперимент, я залез в появившийся тогда поисковик, он назывался то ли это ВИСТа, то ли как-то, и спросил Optimal Control Chemical Dynamic, и вылезло 10 тысяч ссылок. То есть, это одна из самых популярных на Западе областей. У нас почти никто не занимается, но мы работали с институтом в Новосибирске, институт катализа. Это такая штука, вот есть некие химические процессы, можно их смоделировать, необязательно для этого жечь вещества и жечь глаза сотрудникам после этого можно, ну вот, это дефуры, здесь обязательно что-нибудь происходит, но вот у нас мы решали принципиальный спор между Новосибирской и Питерской фирмой, существует ли устойчивая реакция в таком-то случае. Ну вот у нас получилось, что в очень тонком диапазоне они существуют, то есть Новосибирские были этим счастливы, потому что питерские говорили, что их вообще в этой реакции нет. Это какая-то реакция, катализатор катализатор, что у нас никель и так далее. Пора заканчивать. Ладно, что-нибудь еще вам расскажу. Значит, напоследок. Квантовая физика много носят сейчас. Квантовые системы. В одной из задач оптимизации на квантовой системе я спросил у коллег единица времени. Они сказали, единица времени, квант времени 7 на 10 минус 16 секунды. Но они научились управлять такими процессами. Они залезли черти куда. Мы им считаем. Вот это квантовая точка. Мы с ними опубликовали устройство квантового компьютера на системе Германии и Кремнии. Все 26 или 27 операций, которые у нас делают, взяли и зачем-то они опубликовали. Ну, не знаю. Может быть, кому-то понадобится. Квантовый компьютер делается на другой технической основе. Сейчас давайте это пропустим. Ну, напоследок, вот для нас очень актуально, для нас иркутян, очень медицина, экология, биология, много было всякого. Очень актуально для нас сейсмология. Вот стоит дом. У нас осталось в России сейчас 4 сейсмоопасных, таких капитально сейсмоопасных регионов. стоит дом. Пришла волна. Надо посмотреть, выдержит он или нет. Наши коллеги собирают акселерограммы, вот эти записанные волны после, до и после землетрясений. Они собираются со всего мира, вот они вот так выглядят, потом засовывают в эти дифференциальные уравнения, очень простые, ну, я бы сказал, чересчур простые. То есть, к сожалению, в этой области мало очень работали математики. И дальше мы вот, значит, решаем в смысле вот это вот небольшое отклонение, вот если будет все так здорово, вы почувствуете звон посуды, а если все вот так вот, то у вас уже будут шкафы падать, а если траектории пойдут сюда, то падать уже будут стены, угадайте на кого. Ну, вот, собственно, тут разные расчеты на эту тему есть. Спасибо. Вопросы? So, again, we have time for plenty of questions. Есть такая наука? И она и мало похожа на выпуклую оптимизацию. Используя чего? Методы имитации отжига, пожалуйста, на здоровье. не самые лучшие методы, смешные и глупые, но работают иногда. Более смешные, только биоинспирированные. Их сейчас очень много. И в ряде случаев, но они имеют свою нишу. На них защищают диссертации и сами, друзьям, родственникам, коллегам, женам, детям. сейчас один мой знакомый, Золонуде Федор, он коллекционировал статьи по глобальной оптимизации на основе биоинспирированных методов. Набрал 270 штук. Рыбки, птички, все, что можно. При этом значительная часть из них довольно легко тоже сюда затаскивается. Но возможности этих методов довольно слабые. Сейчас есть более сильные методы. Надеюсь, я как-то ответил на ваши вопросы. Спасибо.